Лидеры Африки отказались ехать к Путину после срыва зерновой сделки, британская разведка. Конференция России и Африка прошла в Санкт-Петербурге 27 июля 2023 года. В ней приняли участие 17 глав африканских государств по сравнению с 43 в прошлый раз. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Твиттер, как отмечается в сводке, мероприятие состоялось через 10 дней после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы. Инициатива позволяла экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая поставки основных продуктов питания в такие государства, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан. По данным британской разведки, помимо прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также вызывает рост цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка усугубят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум в ближайшие два года, отмечают в Минобороны Британии, цены на зерно. В этом месяце Россия вышла из соглашения по транзиту украинского зерна, заключенного под эгидой ООН, которая обеспечивала безопасный проход грузовых судов в порты Большой Одессы. По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%. В Газдепе США заявили, что выход России из «зерновой сделки» усугубит голод в некоторых наиболее пострадавших районах мира. Включая Африку, Путин на саммите России, Африка заявил, что Москва готова в ближайшие 3-4 месяца поставить до 50 тысяч тонн бесплатного зерна в Зимбабве, Буркино-Фасо, Мали, Сомали, Центральноафриканскую республику и Эритрею. Однако президент Зимбабве Мерсон Нангагва ответил, что его страна не испытывает нехватки продовольствия. Саммит России и Африка проходит 27-28 июля. На нем представлены только 17 из 55 стран континента. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.